Вопрос предстоящих изменений в сфере сбора и утилизации твердых коммунальных отходов обсуждался 27 декабря в администрации по инициативе органов местного самоуправления Тихвинского района. Участие в обсуждении приняли руководители района, депутаты, главы администрации сельских поселений, члены общественного совета, представители управляющих и ресурсоснабжающих организаций. Начальник управления Ленинградской области по организации и контролю деятельности по обращению с отходами Николай Борисов пояснил, что во всех регионах России запущена реформа в рамках которой с 1 января 2019 года вся страна должна перейти на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Если сказать о том, какими документами должен руководствоваться региональный оператор при своей работе, то это два основополагающих документа. Это территориальная схема по обращению с отходами и государственная программа по обращению с отходами. Оба из документов утверждены правительством Ленинградской области. Если мы говорим про госпрограмму, территориальная схема утверждена управлением по обращению с отходами. Оба документа утверждены в 2017 году, корректировались. Тихонский район у нас относится к третьей технологической зоне. Туда попадают практически все восточные районы. Это Ладыно-Польский, Подпорожский, Покситогорский, Кириши, Кириши, Кириши. По Тихонскому району объем образующихся отходов по угоду составляет территориальные схемы в районе 25 тысяч тонн. Региональный оператор будет обязан своевременно вывозить мусор из многоквартирных домов, с контейнерных площадок, содержать в порядке их оборудование. Что касается тарифа на вывоз мусора, он будет рассчитываться, исходя из общей площади многоквартирного дома. Для садоводческих кооперативов, которые являются юридическими лицами, тариф будет установлен за вывоз одной тонны мусора. Тариф включает в себя всю совокупность обращения с отходами, начиная от погрузки отходов из контейнеров в мусоровоз, заканчивая обработкой и захоронением хвостов, оставшихся от переработки. По сути дела, к 1 января у регионального оператора осталось предпринять последний шаг – это отобрать транспортные компании, которые будут осуществлять сбор и транспортировку твердых коммунальных отходов до станции обработки и далее до объектов захоронения. Окончательно тарифы будут утверждены в середине декабря. При этом следует отметить, что устанавливает их комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской области. Органы местного самоуправления не могут влиять на размеры тарифных ставок. Тема вывоза мусора оказалась достаточно актуальной. Из зала звучало немало вопросов. Например, как быть, если нет контейнерных площадок в населенных пунктах? Кто понесет ответственность за уборку несанкционированных свалок? Как региональный оператор будет заключать договоры с населением? Как техника будет добираться в труднодоступные населенные пункты сельских поселений? Самым острым вопросом оказался вопрос оплаты услуг малоимущими категориями населения. Глава администрации Вера Пастухова отметила, что представителям регионального оператора и администрации области в ближайшее время необходимо провести встречи по этой теме, где должны прозвучать четкие разъяснения. Ну и все-таки со всеми управляющими компаниями вот эти вот вопросы урегулировать. Кто на прямых, кто не на прямых, кто какую информацию дал или не дал. Все-таки отдельно запланировать встречу так же, как и с главами сельских поселений. И у нас очень активно работает институт старост, с ними тоже имеет смысл встретиться. Если мы хотим меньше вопросов и хаоса после Нового года, надо все-таки найти время. И вот все разъяснения уже более профессионально, на более конкретные вопросы. А их возникнет еще очень много, и рабочих вопросов будет дальше задавать. Николай Борисов дал обещание, что до середины декабря будут подготовлены окончательные документы, в том числе и по обоснованию метода формирования тарифа.